Привет, друзья! Итак, как вы знаете, у меня не так давно был день рождения, я его отмечала, и мои подружки подарили мне разные очень классные штуки. И я решила вам про них рассказать, потому что я подумала, вдруг вам будет интересно посмотреть на макияж, уход и всё такое, что я получила. В этом видео будет только уходовая и декоративная косметика, я подумала, что всё остальное вам будет не очень интересно. И я получила ещё не все подарки, я ещё не совсем не виделась, но я просто больше не могу терпеть, потому что мой день рождения прошёл пару недель назад, и все мои подарки лежат, и я им ещё не пользовалась, потому что я хотела вам сначала их показать, и я больше не могу ждать. Я хочу начать им пользоваться, и поэтому мне нужно снять это видео. Я не буду говорить от кого что, потому что, я не знаю, просто мне кажется, что как-то будет лучше, если я просто покажу всё, что есть. Так что начнём. Итак, первое это Spalacard бальзам для тела красный виноград, и он пахнет абсолютно восхитительно. Он пахнет как на самом деле красный виноград, вот, ну на самом деле как виноград, то есть не какой-то химический запах. Насколько я понимаю, это фирма магазина L'Etoile, моделирующая на основе термальной воды и масло виноградных косточек. Что ж, отлично. Он очень приятно пахнет, я не могу дождаться, чтобы начать им пользоваться. Он выглядит очень натурально, он пахнет не каким-то вот химическим виноградом, как вы знаете, вот эти типичные ароматизаторы, которые из серии «Эта» должно пахнуть как земляника, оно такое всё химическое. Нет, это похоже очень натурально, и поэтому мне очень понравилось. Два прекрасных подарка. Морская соль хвойная и с лавандой. Я обожаю морскую соль, я в принципе люблю всё, с чем я могу лежать в ванной. Вы знаете, я постоянно лежу в ванной, мы с мужем постоянно лежим в ванной, поэтому подобные вещи у нас уходят только так. И я слышала, что это на самом деле просто обалденные, так что я не могу дождаться. Хендмейт свечка, что очень, очень мило сама по себе. Я люблю свечки, у меня как всегда кончаются все мои свечки, так что да. Лаки для ногтей «Илизуроль» и «Колистар». «Илизуроль» оттенка 6254. Я так хочу, чтобы у этого было какое-нибудь симпатичное имя, потому что, ну, как бы то ни было. Коллекция «Пати» он блестит, и он очень классный. И у меня довольно мало лака с блёстками, но они мне очень нравятся, поэтому я очень рада, что моя коллекция пополнилась. «Колистар» оттенка 551 «Фукшия Спиритоза». И он ярко-розовый. Это один из моих самых любимых цветов, вы знаете. Я его уже заранее обожаю. Просто сам этот цвет классный. Тем более я слышала, что лаки и «Илизуроль» и «Колистар» просто высшего качества, и поэтому я в большом нетерпении, чтобы их попробовать. Ещё два лака. Это «Диваж» с «Салт энд Пеппер». Я неоднократно видела разных бьюти-блогеров с «Вочи» вот на эти лаки, и они смотрелись классно. Оттенки у меня 0,7 и 0,9, и смотрите на них. Это такой кораллово-рыжий-красный, а это такой тёмно-синий, и они с белыми частичками. И мне кажется, что это какая-то очень необычная идея. И опять же, я не могу дождаться, чтобы ими воспользоваться и посмотреть, как они выглядят на ногтях, потому что в баночке они смотрятся просто офигенно классно. Дальше у меня есть мочалка для лица «Онсен». «Онсен» — это всё, что здесь сказано. «Софт коньяк-спонж». «Коньяк-спонж» — ладно, окей. «For face and body». Это всё, что здесь есть по-английски. В общем, это губочка для мытья лица и тела, и опять же, я слышала, что она потрясающе классная, так что я не могу дождаться, чтобы начать ей пользоваться. «Софт коньяк-спонж». Да, они так называются. «Мягкий коньячный спонж». «Ус-онсен» — «Софт коньяк-спонж» — «for soft and clean skin». «You can't go wrong». Дальше у меня есть абсолютно шикарнейшая вещь. Это пудра «Клоран», оттенка 105 нюд. И он, насколько я понимаю, как только я хоть чуть-чуть загорю, будет подходить мне просто идеально. Поэтому пудра «Клоран» — всегда хорошая идея. Следующий. Это снова корейская. Вы догадываетесь, что это от нового человека. Это корейские румяна «Ken Make Loose Cheek», оттенок 02 Rose Pink. В общем, фирма «Ken Make», насколько я понимаю, она выглядит настолько симпатично, что я просто умираю, попадаю в рай каждый раз, когда на него смотрю. Оттенок, мне кажется, скорее персиковый. Но, опять же, вот на весну это должно быть абсолютно то, что надо. Дальше. У меня есть «Catrice 8-часовой Made to Stay Smooth Lip Polish». Это ярко-красный крем для губ. И скорее бы, скорее бы. Он довольно тёплый. Я делала своречные руки. Я сделаю его сейчас ещё раз. Йоу, смотрите, какой он яркий. В общем, это абсолютный класс. Скорее бы попробовать. Дальше это тинт для губ «Cat Chewing» от Тони Мори, оттенка 01. Мне кажется, он назывался «Pink Red». Да, мои друзья дарят мне много всего красного. И он очень яркий. Ну и тинты для губ. Я пытаюсь выникнуть в тинты для губ, и поэтому я с удовольствием пробую всё новое. Следующая – это помада «Victoria Shoe». Я не помню, чтобы когда-нибудь я пользовалась косметикой «Victoria Shoe», но эта помада выглядит очень симпатично. Оттенок 347. О да, о да. Мои друзья знают, что мне дарить. Они знают, чем я пользуюсь. И на самом деле, по ощущениям, качество довольно хорошее. Довольно пигментированное, довольно мягкое. И, в общем, возможно, я зря не обращала на эту косметику внимания так долго. Я с удовольствием её оприходую. Следующая – это помада «Essence». «Come to town lipstick» оттенка 02, «Wrapped in pink». Это, да, это фиолетовая помада. Мы с подругой ходили в подружку, и я смотрела на эту помаду и говорила, «Она фиолетовая, такая классная, может быть, она мне нужна». Подруга запомнила и купила. О, да-да, она фиолетовая. Я очень боялась, что она будет слишком розовая, но она на самом деле такая магендо-фиолетовая. Ой, скорее бы. Я хочу нанести это всё на свои губы прямо сейчас. И следующее – это блеск для губ «Colomatic 3G». 3G, 3G, а, «Three Generations Lip Gloss». Как 3D, только 3G. И этот цвет, да, он будет идеальным дополнением к этой помаде. Он ярче, чем я думала. Я думала, что он будет полупрозрачный, но он довольно яркий. Смотрите на него. А если нанести на помаду? О, да. О, да. Это будет классно. Сейчас я вам скажу название оттенка. «16 Violet Hills». Говорящее название. И следующее. У меня есть неимоверное количество пробников. В основном это Биодерма. Это крем для жирной кожи, как у меня. Да, вы догадываетесь, от кого эти подарочки. Вы, наверное, помните этого человечка. Так, дальше есть тоник, тоже Биодерма, Севиум H2O, Солушен Мисселляр, Санс Рингас. В общем, это тоник для жирной кожи. И Овьен 3, Акнел, в общем, тоже крем для кожи. И да, скорее, скорее, скорее. И в целом, скорее, скорее начать всем этим пользоваться. Наконец-то я сняла для вас это видео. Я хочу нанести это всё сейчас на своё лицо, просто потому что оно всё такое классное и симпатичное и прекрасное. В общем, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Друзья, которые делали мне подарки, спасибо вам за эти подарки. Вы у меня лучше всех. Друзья, кто ещё не успел подарить мне подарки, но собирается, про ваши подарки я тоже как-нибудь на этот способ рассказать. В общем, спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. И, в общем, всё это ждите в моих ближайших туториалах, обзорах, видео. Про всё это я буду рассказывать. Я очень надеюсь, что всё это попадёт в мои фавориты Марта. В общем, спасибо большое за просмотр. Вы у меня лучше всех. Люблю вас всех. Муа!